Пришел ко мне пациент с болью в спине, а в назначениях у нее 10 уколов. 10 уколов обезболивающих препаратов. Причем препарат-то неплохой. Ларноксикам или ксифокам, его торговое название. И мы стали разбираться, а в чем здесь ошибка. Только 10 уколов и все. А боль не прошла. Плюс ко всему возникли определенные локальные проблемы, потому что когда в мышцу делают 10 инъекций, это всегда чревато осложнениями. В ягодицах возникают уплотнения, а это инфильтраты. И это большая проблема. У всех нестероидных противоспалительных препаратов есть тройное действие. Они действительно облегчают боль, они убирают воспаление и происходит снижение температуры. Почему ларноксикам? Это хороший выбор, особенно у молодых пациентов. Дело в том, что когда попадает препарат в кровь, концентрация его быстро размывает вверх. То есть, другими словами, уже через 10-15 минут после введения ксифокама мы получаем важный клинический эффект обезболивания. Он одинаково хорошо действует и на ЦОК-1, и на ЦОК-2. Это очень важные компоненты, которые участвуют в формировании и боли, и воспаления. Но ларноксикам, ксифокам, относящийся к классу оксикамов, имеет очень важный момент. Он включает так называемую эндорфиновую систему, которая усиливает обезболивающий компонент. Почему я сказал о молодых пациентах прежде всего? Человек работающий, активно работающий, он выбирает то, что можно сделать раз с утра и на весь день будет работать. Вот ларноксикам один из таких препаратов. Повторяю, после введения препарата концентрация подымается, и долгий период полового введения препарата позволяет сохранить длительный лечебный эффект. У этого препарата довольно хороший профиль безопасности. Как по сердечно-сосудистой системе, так и по желудочно-кишечному тракту. Когда мы обсуждаем НПВП, а есть у меня на YouTube-канале отдельный ролик, посвященный в целом этому классу препаратов и положительным эффектам, и отрицательным эффектам. Когда мы говорим об этой группе препаратов, мы должны всегда помнить и об эффективности, и о безопасности. Как он влияет на ваше сердце, желудок, печень, почки. Так вот, лорноксикам, ксифокам – это хороший, благоприятный профиль безопасности при высокой эффективности. А какую ошибку сделали наши коллеги и, собственно, пациент? Что он сделал? Напомню. 10 инъекций внутримышечно, и на этом оборвалось лечение. Первая ошибка. Инъекционные препараты, практически все, мы, врачи, советуем применять буквально первые 2-3 дня, когда боль очень сильная. Потом мы переходим на таблетированные препараты. И, кстати, у ксифокам есть такая форма, ксифокаморапид, который позволяет достичь фактически того же самого быстрого эффекта. То есть препарат таблетированный будет действовать точно так же, как инъекционный, как укол, так же быстро, через 15 минут, после того, как вы проглотили эту таблетку. Ксифокаморапид – это удобный вариант, когда мы боимся уколов, опасаемся уколов. Или по какой-то другой причине мы их не будем делать. Но, повторяю, весь мир сейчас ориентирован на пероральные, таблетированные формы. То, что мы принимаем через желудочно-кишечный тракт, а не делаем через мышцу, через подкожные варианты или внутривенные варианты ведения. Ксифокаморапид – это боль интенсивная, средней степени интенсивности, боль зубная. То есть широкий спектр показаний этого препарата позволяет нам его очень хорошо использовать в клинической практике. Это я говорю не только с точки зрения стационарного компонента, когда мы пациентов лечим с тяжелой болью в больнице, но и в амбулаторной практике тоже вы его можете использовать. Я единственное, что хочу всегда и подчеркиваю это, и хочу сказать вам, посоветуйтесь со специалистом, чтобы он все-таки выбрал. А подойдет ли вам этот препарат или надо что-то выбрать другое. А что надо было сделать этому молодому человеку, который пришел с боли в спине? Если у тебя сильная боль, давай мы попробуем первые 2-3 дня делать уколы. А потом перейдем в виде ступенчатой терапии на таблетки. Но принимать вы будете их не номером 10, не номером 5, а ровно столько времени, сколько нам понадобится для снятия вашего болевого синдрома. И завершая часть ролика, посвященную к сифакаму, я должен сказать, что это препарат, который позволяет гарантированно, эффективно снять боль и сделать это весьма безопасно. Пациент зрелого возраста, у которого тоже болит спина, и он просит у меня помощи, помогите выбрать, рекомендуйте мне, что мне принимать. Здесь все много сложнее, чем когда мы говорим о молодом человеке, без каких-либо сопутствующих заболеваний, а у этого зрелого человека уже есть в анамнезе и ИБС, и инфаркт даже миокарда, и высокое давление у этого человека. И с желудком не все хорошо, да еще он и курит, ко всему прочему. То есть, другими словами, человек в зрелом возрасте начинает набирать факторы, неблагоприятные действующие в целом на его организм. Но когда этот человек начинает использовать в качестве лечения, в качестве снятия боли, нестероидные противовоспалительные средства, то тут надо быть очень осторожным, потому что эта коморбидность, как говорят специалисты, создает очень серьезные проблемы. И как быть в данном случае? Ведь не все НПВП подойдут человеку зрелого возраста. И здесь надо понимать, что существуют специальные матрицы, специальные таблицы, которыми пользуется врач, ориентируясь в выборе нестероидного противовоспалительного средства. Есть такая графа «высокий риск сердечно-сосудистых осложнений». И фраза «надо избегать НПВП». Восклицательный знак. Что делать в этой ситуации? Мы же не оставим человека с болью. И тут мы можем рекомендовать «напроксен». «Напроксен» — это класс препаратов, который на самом деле известен очень давно. Вообще класс «напроксенов» использовался именно у лиц, испытывающих боль, у которых есть воспалительные заболевания, ревматические заболевания, но имеющие высокий риск прежде всего сердечно-сосудистых осложнений. «напроксен» одинаково действует и нацок-1, и нацок-2, делает это сбалансированно. Он обладает очень выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектом. В показаниях к использованию «напроксена» есть несколько очень важных позиций. Это боль различного генеза, это ревматические заболевания, псориатический, скажем, артрит, зубная боль, головная боль. «Напроксен» рекомендован российскими учеными в качестве препарата, устраняющего, купирующего головную боль напряжения и мигрень. Это зафиксировано в российских рекомендациях по лечению мигрени и головной боли напряженного типа. Но там еще одна рекомендация — это лихорадочный синдром. То есть мы видим здесь и вот этот компонент очень важный, при том, что напроксен создает очень хороший профиль безопасности, особенно, как мы говорим, у сердечников, то есть у лиц, страдающих сердечно-сосудистой патологией. И более-менее безопасно мы можем его использовать, снимать боль. Но здесь есть очень важный момент. И я хочу обратить внимание и специалистов, и пациентов на эту деталь. Доза препарата. Есть очень важный дозозависимый эффект напроксена. И вот в качестве примера можно взять два препарата. Например, налгизин и налгизин форта. Чем они отличаются? Всего лишь дозой. И тот, и другой — это напроксен. Только у одного доза 275 мг, а у другого — 550 мг. И для меня как специалиста всегда есть дилемма. Мне надо выбрать, что использовать. Если мы говорим о умеренной боли, головная боль, не столь сильная, боль в животе или у женщины, связанной с известным месячным циклом, то, вероятно, здесь можно попробовать дозу небольшую — 275 мг. Но когда мы говорим о серьезной патологии, воспалительных заболеваниях, которые требуют уже такого, знаете, жесткого подхода с точки зрения снятия воспаления и снятия боли, то тут нужна доза 550 мг. Есть исследования, которые показали, что использование дозировки 550 мг равна по своей эффективности и противовоспалительному действию использованию преднизолона. Мы помним, что есть гормональные препараты, прекрасно работающие с воспалением, купирующие воспаление. Но мы сейчас обсуждаем напроксен — нестероидное противовоспалительное средство. И еще очень важное преимущество. В отличие от многих НПВП. Период полувыведения напроксена — это 12 часов. Другими словами, мы можем использовать двукратный прием препарата утром и вечером, каждые 12 часов. Существует исследование, которое показывает, что однократный, как в случае с ксифокамом, или двукратный прием препарата, как в случае с напроксеном, на алгизинфорте, это намного более удачная вариация в создании приверженности, как говорят специалисты, комплайенса между пациентом и врачом, приверженности терапии. Ведь что происходит очень часто? Когда вам доктор назначает таблетку три раза в день. Утром вы выпили перед походом на работу, вечером вернулись с работы, опять выпиваете и вспоминаете, что дневную эту таблетку вы забыли выпить. Вот вам простой пример, что подобный вариант однократный или двукратный прием препарата создает и приверженность терапии, но и клиническую эффективность, безусловно. В нашей выпуске я, казалось бы, сравнил несравнимые препараты. На самом деле и ксифокам, лораноксикам, и налгизин, напроксен, относятся к классу нестероидных противовоспалительных средств. Всегда повторяю эту фразу, сумка и к каждому свое. Каждый пациент отвечает на свой препарат, на свой вид нестероидных противовоспалительных средств при боли, при воспалении. И я бы порекомендовал напроксен как препарат для лиц более зрелого возраста, хотя он удачно будет работать и у лиц молодого возраста, но кому-то хочется, особенно молодым пациентам, чтобы был быстрый эффект, и причем с однократным введением препарата, тогда мы выберем лораноксикам или ксифокам, мощный, эффективный, благоприятно действующий на пациента с хорошим профилем безопасности и по сердечно-сосудистой системе, и по желудочно-кишечному тракту. Итак, резюме. Конечно, прежде чем назначать обезболивающий препарат, бежать в аптеку, вы должны обратиться к специалисту, посоветоваться с ним. При всей очевидности, что нестероидное противовоспалительное средство помогает нам избавиться от боли, у каждого из них есть, что называется, и побочные эффекты. И так как мы очень индивидуальны, эти побочные эффекты могут носить индивидуальный характер у каждого из нас. Посоветуйтесь со специалистом. Но еще раз подчеркну, что НПВП – это тот класс препаратов, который прекрасно работает при удачном подборе и конкретного препарата, и дозы препарата, и длительности приема препарата. Будьте, пожалуйста, здоровы, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы быть в курсе последних событий клинической медицины.